Моя глубокая уверенность, что весь большой спорт держится только на коммерции. То есть не было бы спонсоров олимпиад, не проводилось бы. Давай так, большой спорт это пропаганда спорта, пропаганда спорта это здоровье жизни. Не спорт, а пропаганда физической культуры, вот это здоровье, а спорт все-таки это травматизм. Не, 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 часто спортсменами называют всех, кто ходит в трениках. Но вот этих уберем в сторону. Первые это те, которые свое тело хотят сохранить надолго в одинаковом состоянии. Вот мы их относим к физкультурникам. С другого края стоят спортсмены, которым потеть не хочется, это профики, им хочется выиграть. Но потеть приходится, хотят быть лучше, чем сейчас. Те люди, которые бегут у нас в забегах между этими двумя, они хотят быть лучше, чем вчера, но не зарабатывают на этом деньги, как это профики спортсмены. Вот к нам в студию заглянул Алексей Шулепов. Вот я поздоровался вы. Не буду вам мешать, убежал. Ведете здоровый образ жизни? Всего лишь бассейн. Ну значит, в следующий раз поедем в Геленджик переплывать бухту. Сколько там? 1 из 6. Переплывем. А вот интересно, прийти с работы, покушать? Обязательно. 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 Это нездоровый образ жизни, да, Алексей? Это ибивай, да. Вот это дробное питание с чистотой, и не позже, чем за 2 часа до сна. Это все хорошо, но мы в реальной жизни. Ну тогда может хотя бы стакан кефира, нет? Или все-таки покушать? Покушать. И все-таки маленькая гармония. Не-не, Толя, ты когда меня про плавание спрашивал, ты тогда все-таки понятно, где у тебя проблемы, а не плавание. Итак, Краснодар опять на старте. На высоком или низком, Анатолий? Как правило, Краснодар стоит на низком старте, но в ближайшее время будем стартовать с высокого. Это будет 14 апреля? Это будет 14 апреля. Наш, наверное, самый первый забег не только города Краснодара, а всей нашей страны, который проходит в частном порядке и который находится под парклистом бизнеса и общественности. Как это самый первый? На моей памяти он уже 15-й, или я ошибаюсь, Алексей? Анатолий, наверное, говорит про то, что это забег, который существует в современной России дольше всего. Ему 15 лет. То есть 15 лет, в 2004 году, когда мы привезли сюда и провели первый забег, в России аналогичных мероприятий еще не проводилось. Поэтому он первый, но он уже юбилейный получается такой. Алексей, куда бежать предлагаете и кому на этот раз? У этого забега есть свои традиции. Одна из традиций — это свое место. Иногда он меняет свое название. В этом году он называется «5 тысяч метров с магнит». Бежим мы на улице Красной. Мы собираемся все в воскресенье. В 9 утра старт на 5 километров. И в 10, в 10.30 и в 11, смотрите, аж три забега будет детских. Мы ожидаем, что полторы тысячи детей разного возраста стартанут вот в это время. В 10, в 10.30 и в 11.00. Зачем столько детей бежать по Краснодару? Ну давайте чуть-чуть окунемся в статистику. У нас сегодня в спортивных школах города Краснодара занимается порядка полутора тысяч только профессионально легкой атлетикой. В принципе, вот эти все ребята, но многие из них, в свете того, что они уже спортсмены, они, конечно, будут бежать полную дистанцию 5 километров. И у нас же вчера звонили, говорят, нас регистрируют только на 1600, а мы хотим на 5 нас перебросить. Ну вот люди испытывают. Это какого возраста на 5 хотят с 1600? 11 лет. 11 лет? Да, и уже, не знаю, 11 лет, ну, зарегистрируем вас на 5 тысяч, и потому что мы, говорит, уже бегали, но хотим еще, вот у нас не получается. Конечно, здесь, я так понимаю, еще есть физиология, это и требования к спортсмену к подготовке, потому что большое расстояние, все-таки для ребенка нагрузка. Почему дети бегут? Ну вот, Алексей Александрович, наверное, дети, как говорит наш глава Евгений Алексеевич Пирошов, дети – это наше будущее, а мы – это наше настоящее. Поэтому было принято решение. У вас когда был первый забег, Алексей Александрович? Первый детский? Детский, да. Ну, уже 5 лет. 5 лет мы проводим забег для детей. И сам факт, когда проводится детский забег, соответственно, с детьми у нас приходят бабушка, дедушка, папа, мама, и, как правило, они тоже участвуют. Да, и это уже, получается, забег идет не детский и взрослый, а забег идет семейный, конечно. А почему они раздельные? Для того, чтобы на старте встречали детей, встречали взрослые, а взрослых встречали именно дети. Может, это тоже такая маленькая подоплеха этого мероприятия. Но вообще дети будут бежать отдельно, не вместе. Или будет забег еще и дети вместе с родителями? Ну, я не имею в виду колясочников, а них отдельно. Или как это все будет? Ну, вот 5000 метров с магнит – самый семейный из всей нашей серии забегов. Их семейственность, правда, вот Анатолий только что рассказал, как много людей разных возрастов приходит на забег. При этом, конечно, мы их разделяем. Те, которые бегут, взрослые бегут 5000 метров, а вот я обратил внимание, что у нас будет три забега для детей, мы разделяем разный возраст. Иначе, когда бежит там трехлетний, а трехлетние доходят вместе с родителями, в данном случае, за ручку или в колясках, доезжают до своего финиша. Ну, их сложно сравнивать с 14-летними, которые самые старшие. Вот мы здесь разделяем все время забеги. А вообще-то, интересно, что когда мы часто говорим про детей, многие слушают, допустим, с телевизора, думают, ну, сейчас согнали со школ. Неправда, ни одного. Все приходят сами. И это говорит о том, какое стремление к спорту, к красивому спорту, к массовому спорту есть в городе Краснодаре. Приходят сами. Какой процент сами? Все-таки, мне кажется, что чаще родители приводят своих детей. Ну, в данном случае, я, конечно, сказал сами, это не когда учителя прислали для того, чтобы получить оценку в журнал. Это, конечно, пришли с родителями. Но очень часто инициатором прихода на этот объект являются сами дети, которые берут за руку родителей и приводят. И вовлекают своих родителей, которые посмотрели, что творится вокруг, вовлекают спорт. Вот вы сказали о том, что будет разделение по возрастам, чтобы это было более справедливо. Но вот если я не ошибаюсь, там есть такая категория, как 14 лет и старше. Это будет одна группа бегунов? То есть здесь могут быть 14 и 70. 14 и старше – это возрастная группа уже, которые бегут 5 километров. Там есть градация каждых 10 лет. То есть есть 14, 30, 30, 40, 40, 50, 50, 60 и 60 и старше. Кстати, все, кто у нас достигли возраста 60 и регистрируются на это мероприятие, совершенно бесплатно регистрируются. Это наша договоренность с главой администрации города Краснодара. Их таких очень много. Но я не ошибусь, что 60 плюс побежит хотя бы 200 человек. Хотя бы 200. Надеюсь, что мой папа, ему 82 года, он в этом году опять стартует. Наверное, он опять будет самым старшим. Но там есть еще пару ветеранов, которые иногда, участвуя, могут его обогнать. По возрасту? По возрасту. Анатолий, а ваши родственники не принимают участие в этом забеге? Принимают. У меня старшая дочь зарегистрировалась. Она практически в каждом забеге участвует. И мы бежали буквально недавно. Буквально мы с Александром подобрали ей кроссовки. Совместно созванивались на выходных. Поэтому в новых кроссовках, и надеюсь, она совершит свой рекорд. И тоже ей 13 лет, но побежит 5000 метров, потому что занимается легкой атлетикой, и это ей интересно. Я первый раз выведу в этом году свою внучку, которой сейчас 9 месяцев скоро будет. Вот побегу с ней с коляской. Потрясающе. Вы такой молодой дедушка. Ух, у меня. Моему старшему внуку уже 6. И он побеждает во многих соревнованиях. Так что это отдельная история. Здорово. Вот она, приверженность спорта налицо. Хорошо. Вот такая категория, как детская миля. Это будет 1600 метров. Это будет от театральной площади и до... Ну, там дети не перепутают. Они разворачиваются. Там стоят волонтеры, всегда поддерживают. На детский забег мы концентрируем особое внимание для того, чтобы не споткнулись, не перебежались. Бежим рядом с детьми, рассказываем, не надо сейчас рвать, потерпи, немножко придержи силы. А вот сейчас, вот только когда ты увидишь своих родителей, начинай рвать. Ну, в общем, малышей надо иногда учить, потому что приходят, кроме тех, про которые сказал Анатолий, кто занимается спортом, и кто имеет опыт пробегания такой дистанции, приходят в том числе те, которые пришли быть сопричастны с этой красотой. И их надо, конечно, обучать. Бежать на дистанцию 1600, она небольшая совсем, но, в общем, все равно ее надо уметь. Интересно, то есть будут и люди, которые специально подготовлены, которые будут сопровождать весь этот марафон и прямо обращать внимание на всех детишек, которые там будут? Обязательно. Это обязательная составляющая. У нас есть такие тайные волонтеры, которые находятся в толпе бегущих и придерживают, расставляют, чтобы не столкнулись. Ну, в общем, корректируют само количество бегущих. Представьте себе, если полторы тысячи человек, то у нас каждый забег детский будет составлять по, ну, наверное, там они неравномерные, там от 300 до 700 человек. Но надо быть внимательным. А за взрослыми присматривать тоже будут? Взрослые, они уже взрослые. Ну, я скажу так, у меня благодаря Алексею появилось новое слово, это пейсмейкер. Это человек, который бегущий и задающий темп. Правильно я понимаю? Да, да, да. Он бежит в ЛП, это бегунов, и с ним бегут те, которые хотят пробежать на определенное время. Это вот, как только мы познакомились, было интересно, кто это с Ложком бежит, и нам время написано, вот благодаря нашим забегам квасандарским, я расширил даже свой кругозор. Да, у нас всегда есть пейсмейкеры на дистанциях 5 километров и больше, и они приходят секунду в секунду на заявленное время. Это опытные бегуны, которые диктуют всем остальным, которые пристроились к ним, темп, с которым надо бежать. Получается, что здесь вырваться вперед будет крайне сложно, чтобы показать лучший результат. Нет, ну лучше это они знают, как вырваться вперед. Улица Красная, на которой мы проводим это мероприятие, ведь очень широкая, да? Но на самом деле она маленькая. У нас есть внешний ограничитель по количеству участия в мероприятии, это 5000 человек. Он был опытным путем выбран для того, чтобы вот это вот большое количество бегунов не мешало друг другу, не перегоражало всю улицу. Когда спортсмен, лидер развернулся и уже бежит навстречу, не сталкивался с бегущими навстречу, вот можно себе представить, что такой большой людей, для которых наша большая улица Красная, недостаточно. Получается, здесь в 9 начнете и к вечеру где-то закончите, да, пока все группы не совершат вот этот маршрут или как? Нет, ну что вы, 5 километров это очень мало. Большинство из бегунов прибежит до 25 минут после старта, большинство. Ну кто-то, в том числе ветераны, которым там по 80 лет, они доходят обычно на 40-й, 45-й минуте, и мы делаем обычно встречу последних. Потому что люди, которые финишируют последние, на самом деле они сделали самую большую работу. То, что мы делали 20 минут или 20 минут, кто-то делал 45 минут. Вот этих людей все бегунов встречают громкими аплодисментами и всяческими шоу. Мы продолжим с вами разговор после короткой рекламы на нашем канале. Продолжаем разговор с начальником управления по физической культуре и спорту администрации Краснодара Анатолием Мирошниковым и генеральным директором компании-организатора легкоатлетического забега в Краснодаре Алексеем Пшеничным. Скажите, пожалуйста, накануне забега маршрут проверяется на примет безопасности и экологичности? Конечно, у нас есть определенные правила. Это пускается собака, которая пронюхает, пройдет весь маршрут с полицейским, обойдут все углы, пронюхают все мусорки на предмет, посторонних предметов. А также для безопасности у нас будут выставляться вазоны на путях движения автотранспорта, которые будут препятствовать, мы на красных видим всегда, они еще будут становиться не похода движения, а вдоль движения. Обязательно. И плюс, конечно, большое спасибо, хочется сказать, нашему ДПС города Краснодара, который, наверное, там уникальные люди работают и уникально перекрывают. Это самые, наверное, дружелюбные, самые авторитетные, потому что все автомобили по взмаху палочки останавливаются и уважительно относятся. Но вот ребята, которые стоят на дорогах и перекрывают, это действительно профессионалы своего дела, и за это большое спасибо вот именно нашему ДПС. Ну и, наверное, чтобы спортсмены не споткнулись. Надо сказать еще и о том, что большое количество волонтеров, их роль не только кричалки и поддержка протягивает ладошку бегунам, но и внимательно смотреть за медицинским состоянием наших бегунов. Естественно, на трассе дежурит несколько медицинских бригад, которые готовы в любой момент подъехать в любое место, а волонтеры, одна из их функций, смотреть за состоянием бегущего. Всяческое бывает и перегрев, и давление или еще что-то. Слава Богу, на наших маленьких забегах ничего не происходит, но мы всегда готовы. Я должен рассказать еще одну историю. У нас есть беговой клуб «Топлига Клаб». В этом клубе появилась новая инициатива перед забегами, вот этими традиционными, делать уборку города в местах, где чаще всего бегают бегуны. И в этом году будет сбор в субботу в 14.00, то есть за день до забега, будет сбор в Комсомольском микрорайоне, куда, как я вижу, из наших чатов уже минимум 30-40 человек собрались. И думаю, что если столько записались, то еще там человек 20 подтянется. Их цель – вычистить те маршруты, где бегают бегуны, ну и выбросить мусор, так как это положено выбрасывать. Замечательно, очень хорошая практика. Ну, эту практику у нас сегодня начал Евгений Алексеевич Перушев, который уже много недель выходит вместе с горожанами, убирает город. Это, наверное, самое главное. Сейчас активный такой санитарный марафон двухмесячный идет вообще в Казмандаре. Правильно, мы до этого обсуждали. Хочешь сделать город чистым и красивым, начиная с себя. Вот, наверное, мэры показывают и поэтому подхватывают жителей. Он идет и идет по городу. И мы все, наверное, и примем участие в этом. Хорошо. Ну и еще детализируем предстоящий легкотлетический забег. Будет борьба за кубок корпоратов. Заявок на участие поступило много? На сегодняшний момент примерно полторы тысячи человек – это те, которые заявлены от корпораций. Обычно, не могу сказать вам точно, сколько сейчас, но обычно это 60-70 предприятий, которые выставляют свои команды. Это все индустрии. И нефтяная, и торговля, и ресторация. Строительство. Всегда строительство. Да нет, нет такой индустрии, которая бы игнорировала это мероприятие. У нас всегда два кубка корпораций на самую массовую команду и на самую быструю команду. Понятно, что массовые команды могут выиграть такие предприятия, в которых большая численность персонала. И это сложно сделать маленькому ИПшке. И мы доставляем для них тоже такую возможность, когда зачет идет по трем самым быстрым бегунам. Ну и там тоже выдается кубок. Вот интересно, еще есть время на регистрацию, чтобы поучаствовать в забеге? Индивидуально или корпоративно, с ребенком, без? У нас осталось два дня, до 11 числа включительно, когда можно зарегистрироваться на этот забег. В сайте, на Топлига сайт в забеге, там все будет понятно, как дальше пройти. И еще в субботу один день, когда можно будет зарегистрироваться, то, что называется офлайн, на площади, на территориальной площади, где будет выставлено экспо, на которое уже будут выдавать стартовые пакеты. Кстати, стартовые пакеты в этом году совершенно уникальны. Стоит прийти. Это как раз особенность 15-го забега. Да, да, да. Вот интересно, всех добежавших до финиша ждут уникальные медали. Что на них изображено и почему? Вообще, традиция выдавать медали каждому финишеру на забегах появилась давно. Но традиция в мире появилась давно, потому что считается, что ты борешься не за первое место, ты борешься против себя вчерашнего, что ты лучше, чем когда-либо, что именно ты смог преодолеть себя, выйти на эту дистанцию и финишировать. Так как у нас дистанция 5 километров не очень длинная, мы ввели медали всего 3 года назад. Этот раз это будет самая большая медаль по размеру. На ней можно будет оставить гравировку, сделать гравировку своего результата, и специальные гравировщики стоят. Ну и, конечно, на медали этого года написано, что это 5000 метров с магнит, как главного партнера нашего мероприятия. Анатолий, вы видели эти медали уже? Как вам дизайн? Вы знаете, мы с Алексеем общаемся давно уже, и каждая его медаль, она уникальная. И сам факт, что эту медаль ты не можешь нигде взять, если не поучаствуешь в забеге, и нигде не поучаствовав в забеге, потом ее не найдешь. Потому что данные медали, они строго выпускаются под количество. Твинишеров. Твинишеров, да. И единственное, что приходит, это город Горсандару всегда дарят комплект в конце года всех марафонских медалей. Вот здесь, я скажу, да, только так можно их... Это как памятные, как сувенирные наборы получаются. Конечно, да. Но так как это проходит на территории города Краснодара, и участвует в основном освета горожане, конечно же, дальше из этих медалей будет в свое время наши последовательности сделать небольшую выставку. Вот, и действительно, это красиво. Оно идет на такой дощечке хорошей. В прошлом году я там была в рамке под стеклом. Вот, но я вам скажу, что данная медаль цена всем. Очень красивая лента. Давайте про нее тоже не забудем, где написано. И, конечно же, вот самое главное, когда будет маленький ребенок идти, а у него медаль будет, наверное, филипаться в районе Пупка, вот, и когда он... Самая большая. Еще надеемся, чтобы она удержалась. Да, и с этой медалью он будет идти через весь город Краснодар. Вот, наверное, это самое дорогое, самое красивое, что мы увидим на этом забеге. Вот здесь и эту медаль этот ребенок будет нести, вот он будет дедушкой, как правило. Он будет рассказать, а вот был я на таком турнире, участвовал, все. И сегодня мы понимаем, это 5 тысяч медалей всего. А со временем это 5 тысяч медалей всего на всю страну. Это очень мало. Это такое ограниченное, экземпляры. Это эксклюзив. Это эксклюзив. Вот, да, если так вот в больших-больших масштабах. Медаль очень красивая. Интересно, а как скоро и каким образом свои результаты узнают участники? Свой результат по времени финиша участник узнает практически через несколько секунд. Мы специально, мы используем систему хронометража, которая позволяет замерить именно твой результат. Вне зависимости от того, ты бежал в первой очереди, представляете, сколько, как нас много. Стартовал в первой очереди, либо второй, в третьей, пятой. Когда ты перебегаешь стартовую линию, считается автоматически, что ты ее пересекаешь. И после пяти километров перебегая ее на финише, также считается. Мы берем 15 минут, вернее, машина берет 15 минут для того, чтобы сделать несколько перепроверок и правильно присвоить не твой результат, он точный всегда, а твое место среди всех бегущих. Ну, в общем, через 15 минут вам прилетит смс о том, что какой ваш результат, а потом на нашем сайте можно увидеть и проанализировать даже по этапам, как ты бежал. Как я сказал уже раньше, у нас очень много награждаемых в каждой категории возрастной, еще и мужчины, и женщины. И очень важно те, которые стартуют в наших забегах, смотрите на свой результат в смс. у нас есть специальный директор по награждению, который отслеживает по возрасту, кто лучший попал в тройку и сразу начинает вызванивать, выдергивать их для награждения. В этом году, повторяюсь, наградный фонд очень интересный, так что те, которые залезут в то, что называется на тумбочку, они будут осчастливены дважды. Хорошо. Ну и этот забег, он входит в серию беговых событий на территории Краснодарского края в 2019 году, были забеги уже в этом году еще до того, в частности, у Бьюти Рам 8 марта был, и предстоит еще один осенью. Не один предстоит, у нас предстоит еще один забег весной, это забег он называется, который уже проходит на, я так понимаю, Алексей является его соорганизатором, как и администрация города. У нас пришел, в прошлом году к нам обратились наши коллеги из... Московская компания. Да, Московская компания. Она проводит в 18 городах в один день. В один день, да. И я скажу, но не просто так она нас выбрала, так как благодаря вот Алексею и его сподниженному соратнику, благодаря горожанам, которые приходят на турнир, они выбрали именно город Краснодар, так как он является одним из самых беговых городов в нашей стране. Он будет проходить, наверное, будет такой самый у нас изящный, самый модный, самый мощный. Самый внешний выглядит самый дорогой, безусловно. Да, самый дорогой. Очень красивый. Поэтому второй год подряд город Краснодар попадает в него. Ну и, конечно же, это подарок городу, который Алексей придумал в прошлом году. Нет, он уже у нас в третьем году. В третьем году. В третьем году. Придумал название. Город 226. Сразу на следующую неделю после дня города мы проводим мероприятие, которое подчеркивает возраст нашего молодого города, чтобы уж у каждого ребенка от зубов отскакивало, сколько лет нашему городу. Вот в прошлом году было 225, 225, сейчас будет 226. В общем-то, наши горожане очень активны в передвижении по Краснодарскому краю, по югу России, в принципе. Наша компания, серия забегов, она значительно шире. Мы проводим несколько мероприятий, в том числе в Ростове. Но многих привлекают мероприятия, которые проходят в Сочи. В этом году в Сочи автодром участвовал из краснодарцев не совру, человек 400. У нас будет очень, первый раз мы будем проводить мероприятие в Геленджике, оно будет уникально своим. Мы уверены, что опять-таки 400-500 краснодарцев приедет, чтобы бежать его. Хорошо, время программы близится к завершению. Анатолий, популяризация легкоатлетических забегов в нашем городе, это, я полагаю, не только курс города на повышение физической культуры, причем не только краснодарцев, учитывая географию участников наших забегов на территории нашего города. Наверное, есть и более чистолюбивые планы, учитывая, что легкоатлетика это олимпийский вид спорта. Есть ли у нас шансы замахнуться на олимпийские награды? Конечно же, у нас есть и олимпийские традиции. Одна маленькая цифра. Сегодня тренируется в городе Коснари 47 мастеров спорта по легкой атлетике. Я думаю, что эта цифра говорит о том, что в Коснари любят легкую атлетику во всех ее проявлению. И как утренняя пробежка для здоровья, и как профессиональный уже определенный путь в жизни. И под занавес задам еще такой провокационный вопрос вам обоим. А что предпочтительнее сегодня на ваш взгляд? Больше забегов хороших и разных или самбо в школу? Вы знаете, это вещи, которые будут перекликаться, потому что те ребята, которые будут ходить на самбо, они будут любить спорт и будут заниматься, и будут приходить наши забеги. Те ребята, которые участвуют в бегах, так как они любят спорт, они обязательно заинтересуются третьим уроком физкультуры и обязательно будут лидерами в самбо. Это все важно. Мне кажется, это несравнимые показатели. Все самбисты бегуны, так что бег в данном случае немножко выиграет по численности, и бег может быть более доступным видом спорта, но если люди углубляются в какой-то спорт конкретно, то тогда мы уже выходим за пределы массовых забегов. Это вот то, чем люди занимаются концентрированно для достижения высоких спортивных результатов. Так что всем спорт, всем бег. Спасибо за беседу. Спасибо. Спасибо.